Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ведущий журналист Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, сотрудник научно-исследовательской лаборатории клинической лингвистики Казахстанского университета, заведующий центром электроэнцефалографического мониторинга научно-клинического центра КФУ, доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины, врач-невролог Гамирова Римма Габдульбаровна. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте, Римма Габдульбаровна. А поговорим мы сегодня о таком сложном, загадочном и, к сожалению, не таком уже редком недуге, как эпилепсия, которая является предметом научного интереса нашего гостя и о тех разработках, которые ведутся в Казанском университете, призванных расширить наши знания об этом заболевании, способах и метрах его лечения. Собственно, мой первый вопрос такой. Эпилепсия – это заболевание, которое сопровождало человечество с незапамятных времен. Припадки, похожие на эпилептические, были описаны у Моисея, Магомета, многих других религиозных визионеров. На Руси эту болезнь называли подучей в прежние времена. Не лишне напомнить, что подучей страдали, например, сын Ивана Грозного Дмитрий, загадочная смерть которого прервала династию Рюриковича и стала прологом к смуте, к смутному времени. Эпилепсия была у Достоевского. Ее приступы, последствия были описаны в его романах, дневниках, письмах. А сегодня с позиции современной науки, что известно об эпилепсии? Что говорят ученые о причинах этого заболевания? Каковы передовые рубежи знаний о нем? На сегодняшний день представление об эпилепсии следующее. Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, именно головного мозга. Проявлением эпилепсии являются эпилептические припадки. Здесь вроде бы ничего не поменялось. Но стало понятно, с появлением новых технологий, особенно с появлением электроэнцефалографического исследования, стало понятно, что те проявления эпилепсии, которые есть у больного эпилепсии – это избыточные электрические нейрональные разряды, которые возникают в головном мозге. Безусловно, просто нервные импульсы присутствуют у всех, но у больных с эпилепсией возникают избыточные электрические разряды. И в определенном числе случаев это генетические причины, когда генетическая мутация приводит к неправильной работе мембраны нейронов клеток головного мозга. И возникают избыточные электрические разряды за счет этих генетических мутаций. В другом проценте случаев это повреждение мозга. Сначала возникает повреждение в результате травмы, перенесенного инсульта, растущей опухоли или инфекционного процесса. И уже поврежденный мозг начинает продуцировать, генерировать вот эти избыточные электрические разряды и возникают эпилептические припадки. И во многом мы продвинулись также благодаря генетическим исследованиям. На сегодняшний день открыты много генов, описаны много генов, которые являются причиной неправильной работы вот этих вот нейронов, которые и последствия иногда только в определенном возрасте, то есть есть возрастная зависимость, начинают продуцироваться разряды. Это современное представление. На сегодняшний день даже есть такое мнение, что возможно, что приобретенная эпилепсия – это тоже результат некой наследственной предрасположенности. Не каждый, перенесший травму, имеет эпилепсию. И здесь тоже, конечно, не исключено, что есть некая подоплека под этим, основа генетическая. И сейчас разработки идут и в этом плане. Куда ни посмотришь, в общем-то, эпилептология на сегодняшний день развивающаяся наука, и все больше и больше открывается новых форм. На сегодняшний день оказалось, что эпилепсия – это не одно заболевание, а более 50 форм. И каждая из них имеет свое течение, прогноз, предпочтительные препараты. То есть не все препараты действуют при различных формах. Но в любом случае основным методом лечения на сегодняшний день остается лекарственное. То есть пациенты принимают лекарства, это ежедневно, это не месяц, не два, а все-таки это годы. Не менее 3-5 лет пациент с эпилепсией принимают лекарства, прежде чем у некоторых все же происходит успокоение вот этих вот клеток. И человек, ну как бы полностью может, в конце концов, может появиться шанс полностью уйти от лекарства. Но самое главное, конечно, это контроль над припадками, потому что припадки тоже могут быть очень-очень разные. Это не только то, что мы привыкли к потере сознания, падение и подергивание, да, это может быть приступ в виде просто замирания, застывания. Это могут быть приступы в виде подергивания с утра, только сдрагивания, которые вот сопровождаются в виде залпов и все. Бывают фокальные приступы, но в любом случае это требует назначения лекарства. Но, к сожалению, не все пациенты отвечают на лечение лекарствами. И как раз для того процента, а это около 30 процентов пациентов, наука развивается дальше. Она предлагает новые методы лечения. Я правильно понимаю, для 70 процентов лиц страдающей эпилепсией, в общем-то, шансы вести, скажем так, существование в рамках нормы, они велики за счет того, что просто есть лекарственные препараты? Конечно, пациент, у которого не возникают припадки, может вести, в общем-то, обычную жизнь. Но, пожалуй, мы скажем, что это должна быть здоровая жизнь, здоровый образ жизни. То есть должен быть достаточный сон, и не должно быть каких-то нарушений. Допустим, прием алкоголя может спровоцировать иногда эпилептические припадки. Но это уже многое. То есть для пациента, который раньше, например, до 19 века, если он страдал эпилепсией, в общем-то, означало, что это стигма. В обществе все относились где-то с пренебрежением, где-то с негативизмом, а где-то, конечно, и с восхищением. То есть относились к больным эпилепсией иногда как святым людям, но тем не менее, большей частью преобладало такое вот дискриминационное отношение. И на сегодняшний день можно сказать, что если у человека есть возможность контролировать приступы, он может вести абсолютно обычную жизнь. И это большое достижение. Но для 30% оставшихся для 30% людей, пациентов, наука развивается дальше. То есть есть другие методы лечения. Развивается хирургическое направление, когда мы можем предложить больным эпилепсией удалить этот участок, который является поврежденным, и издает вот эти вот избыточные электрические разряды. И тогда тоже есть возможность помочь. Но опять же, это не все 30%. Некоторым помогает специальная диета. Есть такая диета, которая называется кетогенная. Она, конечно, на сегодняшний день применяется во многих областях, но, пожалуй, особенно приемлема именно для пациентов с эпилепсией, потому что исключение углеводов, оказывается, все же также подавляет приступы. Возникающий при кетогенной диете кетоацидоз за счет того, что человек больше принимает в пищу белок и жиры, ну, конечно, плюс еще витамины, минералы, в организме возникает кетоацидоз. Это подавляет эпилептические припадки. Вот такой путь есть, альтернативный. Есть путь установки стимулятора, например, стимулятора блуждающего нерва. Это тоже может помочь некоторым пациентам. И, к счастью, такие направления развиваются и в нашей стране, и в нашей республике, в частности. Мы сейчас начали сотрудничество с нейрохирургами Детско-республиканской клинической больницы. И это направление развивается. Стимуляция блуждающего нерва. То есть части пациента может помочь такой вариант. Ну и, конечно, синтезируются новые лекарственные препараты, новые противоэпилептические препараты. И попытка раскрыть секрет, почему же часть пациентов все же не реагирует на лечение, это тоже вызов науке. В общем-то, мы пытаемся разобраться, почему это происходит, почему люди резистентны к лекарствам. И это направление как раз тоже пытаемся развивать в Казанском федеральном университете. Фармакогенетические исследования, они тоже у нас в приоритете. Таким образом, с одной стороны, это развитие генетики в эпилептологии, понимание генетических основ, понимание того, какие именно мутации приводят к развитию эпилепсии. Это одно направление, которое сейчас развивается в Казанском федеральном университете. Это и фундаментальная наука, и, в принципе, прикладная, потому что, понимая, как возникает эпилепсия, естественно, мы можем помочь, да, именно приложить точку лечения именно в этой области. Или, например, знать, какие препараты нельзя этим пациентам, потому что иногда генетическое заболевание предполагает исключение не только каких-то продуктов, например, фенилкетонурии, да, но и мы не можем назначать некоторые противоэпилептические препараты. Например, есть такие митохондриальные заболевания, где нельзя основной противоэпилептический препарат вольпроевую кислоту. И на сегодняшний день также, конечно, мы развиваем помощь больным эпилепсией с точки зрения поддержки их нейропсихологической, оценки их когнитивных функций. В последнее время стало понятно, что не всегда бывают припадки у больного эпилепсии, то есть может быть настолько много эпилептифорной активности в головном мозге, которая не реализуется в приступ, а реализуется, например, в утрату речи. То есть есть такие формы эпилепсии, когда пациент вдруг, а это обычно дети, вдруг начинают терять речь за счет того, что в головном мозге, в центре речи возникает продолженная, непрерывная вот такая бомбежка из избыточных электрических разрядов. Это тоже предмет наших исследований на сегодняшний день. Скажите, вот по вашему опыту и по наблюдениям других ученых, сейчас такое заболевание, как эпилепсия, она прогрессирует в плане того, что расширяется круг людей, которые страдают, или это примерно одинаковый процент числа населения, и так было всегда? В мире страдает эпилепсия 1% населения, и как прослеживает статистика, цифры это особо не меняется. То есть, несмотря на то, что мы стали заглядывать в головной мозг с помощью электроэнцефалографии, с помощью методов нейровизуализации, таких как магнитно-резонансная томография, мы поняли, что есть ситуации, когда мы видим уже предрасположенность к эпилепсии, но в целом процент числа больных, он все-таки не меняется, к счастью. Это означает, что не увеличивается число повреждений мозга, или увеличивается число генетических заболеваний. Пожалуй, сейчас можно говорить о том, что мы можем на каком-то более раннем этапе определить, что, допустим, есть риски эпилепсии, и в какой-то степени их даже избегать, например, исключив стимуляцию мозга. Потому что мы говорили, что не всегда все-таки больной эпилепсией – это человек без повреждений мозга. Зачастую это повреждений мозга. Естественно, в этом случае мы можем, посмотрев вот эту электроэнцефалограмму, увидеть, есть предрасположенность или нет, и уже в реабилитации исключить избыточную стимуляцию мозга. Тогда, возможно, мы этим пациентам также помогаем предотвратить эпилепсию. Вы сказали, что эпилепсия может возникнуть внезапно, то есть человек жил, развивался, строил карьеру, ввел социально ответственный образ жизни, и вдруг в каком-то возрасте у него бах, и случается приступ эпилепсии. Правильно я понимаю? В каком возрасте такие вещи происходят очень чаще? Пик заболеваемости эпилепсии – это детский возраст и пожилой возраст. Пожалуй, даже 75% различных форм эпилепсии начинается в детском возрасте. Это тоже подсчитала статистика. Почему детский возраст? Дело в том, что в детском возрасте дебютируют, манифестируют многие генетические заболевания. Некоторые из них, к сожалению, не доживут до взрослого состояния. Кроме того, есть формы, которые встречаются только в детском возрасте. И они так и называются – детская абсансная эпилепсия. Возникнув, припадки продолжаются какое-то время, и обычно к половому созреванию они потихоньку уходят в ремиссию и исчезают. Это один вариант. И, конечно, в детском возрасте манифестируют очень часто формы эпилепсии, которые приобретены за счет неправильного внутриутробного развития или получения каких-то повреждающих факторов во время родов. Поэтому, пожалуй, самый большой пик – это детский возраст. Затем в юношеский период возникают генетические формы эпилепсии, когда мутация так заложена, что экспрессия гена должна была произойти в юношестве, в подростковом возрасте, и нарушение функции. То есть такая бомбочасового механизма. Да. И получается, что сначала все хорошо, то есть пациент развивается абсолютно нормально, и как гром среди ясного неба вдруг возникает эпилептический перепадок. То есть это подростковый возраст, пубертатный период, правильно я понимаю? То есть гормональные изменения, мы предполагаем, воздействуют на работу мозга, на развитие мозга. И именно в этот период, вот эта мутация, она начинает проявляться. Причем очень часто такие формы эпилепсии реагируют на, допустим, недостаток сна, депривацию сна, или такие избыточные вспышки света. А подростки, где бывают, да, они бывают там на дискотеках, не спят по ночам, и вот сидят перед компьютером. И получается вот такая стимуляция не то чтобы провоцирует болезнь, она просто является той последней каплей, когда это заболевание может привиться. То есть болезнь в любом случае случилась бы, но такие вещи как триггером становятся. Вот я, кстати, когда готовился к программе, я с интересом почитал о истории болезни Достоевского. И у него, кстати, случился эпилептический приступ первый, случился уже в возрасте, ну, в молодом возрасте, это не в детстве было, это после смерти отца. Считается, что у него такое потрясение случилось для него. И это, да, как раз возраст, там, 18-17 лет. Ну, часто люди пытаются связать начало эпилепсии с каким-то событием. Хотя в большинстве случаев все-таки мозг бывает уже к этому времени как бы готов проявить эту эпилепсию, да. И вот какое-то событие, оно лишь та последняя капля, которая капнула в переполненный стакан. Кроме того, пожалуй, раньше, да, не было возможности объяснить заболевание какими-то другими способами, кроме как, там, вселение дьявола или, опять же, какие-то потрясения, стрессы. Все-таки в большинстве случаев эпилепсия, она вот как бы уже, по сути, должна была быть. Программа заложена. Программа заложена. И возникновение ее обычно все-таки, ну, может быть, связано с той же самой, да, допривацией сна. Но это только уже выбор времени, пожалуй, а не то, что, в принципе, это заболевание будет. Вы знаете, когда говорят об эпилепсии, очень часто присутствует такой эпитет загадочный. Загадочное заболевание. Вы согласны с этим? В чем загадочность? Ну, опять же, загадочность, пожалуй, связывает с тем, что человек с эпилепсией может испытывать разные виды припадков. Если вот те самые избыточные разряды возникают в зоне, которая отвечает за зрение, человек испытывает приступы, связанные со зрительными галлюцинациями. Если разряды возникают в слуховой зоне, то это слуховые могут быть галлюцинации. То есть, голоса, понимаете? Да, если, опять же, в височной доле могут быть даже приступы экстаза, да, есть такой вариант эпилепсии, как раз Достоевский, у него, скорее всего, и была височная эпилепсия, и вот такой вариант он и описывает в своих... Я, кстати, очень хочу сейчас зачитать одно место, которое мне у Достоевского понравилось. Это в его романе «Бесы» один из героев, Кириллов такой, вербализует свой опыт, называя его в присутствии в вечной гармонии. Видимо, это как раз те ощущения, которые испытывал сам Достоевский, и он передал. И он когда заканчивает, то, что это ощущение божественности... И он пишет буквально за качество описания так, за эти пять секунд я проживаю жизнь, и проживаю такие вещи, да, за которые я готов отдать всю свою жизнь, потому что они того стоят. Это как раз вот это эстетический экстазный припадок? Да, это приступы, которые связаны с вот такими ощущениями, и они возможны при источнике из височной доли. Есть, например, приступы, опять же, дежавю. Мы, в принципе, все испытываем такое ощущение, что... Особенно во время усталости, да, но при эпилепсии они возникают очень часто, и как раз-таки повторяются как приступы. Если мы посмотрим электроэнцефалограмму в этот момент, то мы увидим эти электрические разряды на биоэлектрической активности мозга. То есть с помощью этого исследования можно легко доказать, да, что вот это состояние, оно было за счет того, что возникал избыточный электрический разряд. Да, то есть эпилептический приступ зависит от того, из какой зоны исходит. Могут быть генерализованные приступы, и тогда человек может потерять сознание, упасть и получить травму. Поэтому прием препаратов, он позволяет избежать такие ситуации. И, конечно, именно вот такие большие генерализованные припадки, мы их называем генерализованные тонико-клонические, они и пугали, да, и пугают до сих пор людей. И именно поэтому в прежние времена иногда даже запрещали иметь детей больным эпилепсией, жениться, и даже была принудительная стерилизация у определенных народов. И в конце 20 века общество выступило с призывом эпилепсии из тени, и организовали международное общество, противоэпилептическую лигу, которая объявила своей целью борьбу вот с такой дискриминацией больных эпилепсией. А скажите, вот если человек больной эпилепсией, у него появляются дети, каковы велики шансы, что они тоже будут слоить эпилепсией? Я так понимаю, они очень велики, поскольку 1%, вы говорите, цифра не растет. Да, и многие формы передаются, конечно, мы называем по аутосомно-доминантному типу, когда большой, с одной стороны, риск должен быть заболеть у детей больного эпилепсией, но есть еще такое понятие пенинтрантность, когда даже если перешла и имеет уже ребенок мутацию, то не всегда есть проявляемость этой мутации, не всегда есть проявление этой нарушенной функции. Поэтому шансы заболеть обычно присутствуют, но уже с небольшим процентом. И вычислить, рассчитать этот процент можно в зависимости от того, какая именно форма. Вот сначала мы определяемся с формой, которая есть, допустим, у родителя, и рассчитываем риски. И это на сегодняшний день как раз можно сделать. Это не повод обычно бывает не иметь детей, потому что, в конце концов, как сейчас говорят, эпилепсия лечится. И мы обычно положительно вопрос решаем в отношении, иметь детей или нет, но риски, конечно, родители должны представлять. И совместно с генетиками это все рассчитывается легко. Скажите, вот вам в клинику можно прийти и проверить на предмет потенциальной опасности, что случится эпилепсия? То есть я могу к вам прийти и заплатить, заключить договор, и вы с определенными процентами, 98%, что у вас эпилепсия будет или наоборот не будет, или 50, или 70. Да, на сегодняшний день, поскольку расшифровали всю ДНК, и на сегодняшний день описано уже много мутаций, которые связаны с развитием эпилепсии, существуют так называемые панели, когда анализ можно провести именно только на те точки, которые могут дать заболевание эпилепсию. То есть это возможно. Но это не поставлено на какой-то поток, конечно, но это все возможно. Понятно, что это не грипп, не такое массовое респираторное заболевание, которое, в общем-то, эпидемия охвата человечества. Да, понятно. Все возможности для этого есть. С этой же точки зрения мы на сегодняшний день и изучаем, например, наследственные формы эпилепсии. Почему они являются центром интереса? Потому что если в семье несколько больных эпилепсией, то понятно, что у них, скорее всего, одинаковая мутация. Не все формы описаны на сегодняшний день. Не всегда понятно, как все это работает. И когда есть вот такие семьи, изучение генетических мутаций у них принесет, конечно, пользу. Вот наше направление сегодняшний день и такое. То есть мы занимаемся наследственными формами эпилепсии. И там, где число больных в семье больше двух, это поможет в дальнейшем и другим пациентам. И мы продвинемся именно в фундаментальном понимании этого заболевания. Какие законы наследственности еще существуют. Потому что может быть моногенное наследование и моногенное заболевание эпилепсии, когда одна мутация ведет к развитию одной формы эпилепсии. Но иногда бывает так, что одну форму вызывают разные генетические мутации. Здесь еще вопрос решается, как же это так происходит. И это тоже предмет наших исследований. Вы знаете, я когда вас слушаю, я вдруг понимаю, что ваш рассказ об этой болезни, об его изучении, очень похож на ту проблему, с которой сталкиваются физики фундаментальные, фундаментальные, астрофизики фундаментальные, они с помощью своего инструментария доходят до какого-то определенной глубины познания Вселенной или микромира. И вдруг понимают, казалось, что все, конец, и вдруг понимают, что за этим пределом опять целая Вселенная открывается. Совершенно верно. И такая гонка за горизонтом, на самом деле, получается. В науке, по-моему, к этому пределу пришли уже и биологи, и физики, и химики. Это очень интересно, на мой взгляд, наблюдение, для меня, прям поразительное. Вот. У вас есть такое ощущение, что вы, изучая эпилепсию, сталкивались с тем, что каждый раз горизонты расширяются, 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 расширяются. То есть нашли какую-то мутацию. Ага, вот оно, нет. Вот еще целых 50 подвидов уже обнаружили. Если дальше копать, то найдутся еще там 50, и дальше в такой геометрической прогрессии. Нет у вас такого ощущения? Конечно, есть. Вообще, у меня ощущение, вот сколько бы я ни занималась, с 2005 года я соприкоснулась с этой тематикой. Но это не очень много, да. Но, в принципе, эпилептология активно стала и бурно развиваться с момента появления лекарственных средств. И чем дальше мы двигаемся, что-то открывается, что-то мы уже знаем, где-то мы можем помочь. Но открывается все больше и больше, поднимается все больше и больше вопросов. Я думаю, что это еще связано и с тем, что эпилепсия является заболеванием мозга. Пожалуй, наверное, можно сказать, что мозг мы никогда до конца не познаем. Но двигаться все ближе и ближе к этой прямой познании, я думаю, мы будем. То есть это все, конечно, по кривой некой. И, возможно, соприкосновения к идеальной истине не будет. Но, тем не менее, мы к ней будем приближаться. Вы знаете, что поразило меня, когда в процессе производства передач мы с вами встречались, обсуждали какие-то позиции. И для меня очень интересная информация. Оказывается, эпилепсия даже существует и в животном мире. Не только в человеческом, но только у тех животных, кошек и собак, которые наиболее близки к человеку, которые наиболее... А домашнены. А домашнены, которые близки к сознанию человека. Даже не мозга, а именно сознанию. У меня ощущение, что это самая болезнь не мозга, а сознанию даже. Мозг просто продуцирует сознание каким-то образом. Ну, возможно, психогенное что-то есть. Но с материалистических точек зрения, да, я, пожалуй, придерживаюсь все-таки их. Поскольку я, например, с помощью электроэнцефалографии, которой плотно занимаюсь, на самом деле, заглядываю в головной мозг и вижу, что да, есть эти разряды, да, и вот он результат, возникает эпилептический приступ. Почему так возникает в животном мире? Наверное, здесь надо привлекать еще каких-то специалистов. Но то, что существует эпилепсия и лечат ее такими же противоэпилептическими средствами, это, да, это и есть. В частности, я общалась с ветеринарами, да, которые занимались лечением эпилепсии у собак. Вот, и мы говорили о возможностях лекарственных средств у человека и у животных. Вы знаете, наш разговор будет однозначно неполным, если мы сейчас не скажем о такой ситуации. Улица, прохожий неожиданно падает, у него случается эпилептический припадок, окружающий, скорее всего, в панике, в растерянности. Что и в таких ситуациях делать, и к чему приведет ничего не делание в такой ситуации? Может привести. Эпилептический приступ, генерализованный эпилептический тонико-клонический приступ, как раз приводит к полной утрате сознания практически мгновенно. Человек оказывается вот без сознания. Естественно, он может упасть в любом месте, удариться, получить травму. Это, пожалуй, самое опасное, что может произойти в начале, да, приступа. Если мы столкнулись с такой ситуацией, и приступ возник, то, конечно, должно быть следующее действие. Ну, во-первых, мы должны максимально ограничить пациента от возможности получения травмы. Если есть такая возможность, я не знаю, подхватить на руки, да, чтобы не было каких-то острых углов. Но если все-таки это уже случилось, важно положить пациента на плоскую горизонтальную поверхность, повернув его на бок. Ну, и лицо должно быть немного наклонено вперед для того, чтобы если возникает рвота, вытекает слюна или что-то там есть во рту, чтобы это все под силой тяжести, опять же, могло благополучно выйти. Потому что мифы о том, что нужно непременно разжать рот, непременно вытащить язык, а были раньше инструкции даже приколоть булавкой язык к чему-то, да, то есть это вообще был такой ужас, вот такая инструкция. Этого делать категорически нельзя, потому что в момент такого приступа возникает тоническая фаза и тризм, мы говорим, зубов, тризм, сжимание челюсти, за счет чего, во-первых, могут прикусить, да, вот прокусить, вернее, палец, если туда вдруг засунули палец, ну и можно сломать челюсть, зубы самому пациенту. И тогда это будет тоже уже на всю жизнь. Ни какой-то ложкой, палкой разжимать зубы нет. Железкой ни в коем случае разжимать нельзя, нет в этом никакого смысла. И мифы о том, что здесь пациент может задохнуться и язык может запасть назад, это не произойдет, если пациент лежит на боку. Язык сам назад не запрыгнет. Соответственно, здесь наша задача просто его уложить правильно, если нужно расстегнуть одежду. Если вдруг есть лекарство, вливать через сжатые зубы никакие жидкости и лекарства не нужно, как раз-таки пациент может задохнуться, да. Наша задача вызвать скорую для того, чтобы уже специалисты оказали помощь, чтобы ввели соответствующий препарат. Какие риски вот таких приступов? Риски существуют, если приступ затянулся, то есть если он затянулся более 30 минут, мы говорим об эпилептическом статусе. И, пожалуй, риски больше именно при затянувшихся припадках. В большинстве случаев приступ купируется самопроизвольно, то есть разряд в головном мозге завершается, и приступ заканчивается. Поэтому, собственно, наша задача вот в том, что я описала. Ну, естественно, те, кто приедут на скорые, они госпитализируют пациента туда, куда нужно, и тогда уже будет назначено соответствующее лечение. Ну, и из того, что мы должны сделать, пожалуй, обязательно, или можем чем-то помочь врачу, это все-таки запомнить, что происходит с пациентом в этот момент. Глаза, да? На что обращать внимание? Насколько они, допустим, в какую сторону они смотрят, да, что с лицом, какие возникают в это время подергивания с двух сторон, или есть какое-то тоническое напряжение, то есть есть или нет какой-то фокальный такой компонент. Вот описание этого состояния, пожалуй, может потребоваться врачу для того, чтобы потом правильно назначить лечение. Вот. Ну, и с мифами, конечно, вот надо бороться. То есть в отношении обязательно, да, вот этого языка, каких-то дополнительных действий, предметов, это однозначно. Здесь подход однозначный. Вы знаете, есть еще такой момент. Эпилепсию называют болезнью гениев и миссий. Якобы Эйнштейн тоже страдал припадками, и, ну, Достоевский тоже считается русским гением. Петр Первый, да, Сократ, Цезарь, Александр Македонский, Агата Кристи, то есть у Ленина также были эпилептические приступы, да, то есть таких великих людей. Наполеон, великих людей, знаменитых людей, людей, которые, несмотря на то, что они имели эпилепсию, продолжали править, продолжали писать, творить. Творить. В чем творить такое, что изумляло человечество? Конечно, их много, и это доказывает, что с эпилепсией можно жить, можно иметь полноценную жизнь, и это не всегда влияет на когнитивные функции, то есть можно при этом сохранять нормальный интеллект. И, собственно, в этом и заключалась миссия противоэпилептической лиги, и она продолжает работать. И мы, собственно, с вами встречаемся и говорим об этом, для того, чтобы больные эпилепсии не испытывали вот эту дискриминацию. 26 марта во всем мире проводится фиолетовый день, когда вспоминают об этом и еще раз подчеркивают, что... То есть спустя неделю соприкасаемся с этим фиолетовым днем, как раз еще и еще раз поднимаем вопрос о том, что больные эпилепсии не должны иметь ограничений в правах. Безусловно, в части стран права пациентов в чем-то могут быть ограничены. Не все профессии иногда бывают доступны больному эпилепсии. Например, профессия оператора, диспетчера, аэропорта может быть недоступна больному эпилепсии, но в то же время он все равно может найти нишу в жизни, где вполне может реализоваться, при этом продолжая лечение. Кроме того, у большинства есть шанс на то, что от этого лечения когда-то можно будет отойти, потому что те самые избыточные нейрональные разряды могут потихонечку уйти под воздействием лекарства и находиться в таком гармоничном состоянии, когда если в течение 10 лет не будет никаких приступов и успокаивается работа головного мозга, мы даже говорим о саморазрешении эпилепсии. Такие случаи тоже есть. Поэтому не нужно входить в состояние депрессии, потому что часто бывает у больных эпилепсии возникает депрессия в ощущении того, что ты какой-то особенный, что с тобой что-то может произойти. И иногда бывают и неправильные действия в результате такого ощущения. Хочется, чтобы пациенты с эпилепсией жили полноценной жизнью. То есть тешили себя мыслью, что, господи, возможно, у меня Наполеон сидит. Кстати, вот мысль интересная для меня возникла, я хочу по ней поделиться и хочу вас спросить. Наблюдая за пациентами с эпилепсией и зная историю этой болезни, зная тех фигур, которые сейчас перечислили, а действительно культовые фигуры в истории не страны, а всего человечества, можно ли сказать, что, например, тоже Достоевский, был бы Достоевским, если бы у него не было эпилепсии? Что именно эпилепсия спровоцировала гениальность, обеспечила эту гениальность? Какие-то особенности личности, конечно, появляются у человека, у которого есть эпилепсия. Причем мы же говорили, что их более 50 форм. Не при всех, а при некоторых. А вот при каких формах гениальность проявляется, вы можете сейчас сказать? Ну вот, допустим, при височной форме эпилепсии нередко появляется такая детальность в речи и в мыслительном процессе. Пожалуй, вот такие обстоятельные описания, которые мы встречаем как раз в романах Достоевского, не исключено, что это влияние самого заболевания. Обстоятельность иногда, настроение, перепады настроения. Безумная глубина какая-то. Да, и не исключено, что здесь тоже есть вклад эпилепсии, хотя с этим всегда можно поспорить. Это как раз загадочность. Да, стакан наполовину. То есть, вполне возможно, у Федора Достоевского не было бы эпилепсии, это был бы обычный, никому не известный помещик российский, который попал в этот период реформ. Ну и, соответственно, никто бы никогда о нем, в общем-то, не знал и не узнал бы. Ну, возможно, все-таки талант писателя у него был бы так же, но вот такое подробное и детальное описание, возможно, оно все-таки было влиянием эпилепсии. Не исключено. Жанна Д'Арк, считается, тоже страдала эпилепсией. Возможно, она не смогла бы повести за собой людей, если бы не испытывала какие-то ощущения, опять же, через эпилепсию, благодаря эпилепсии. И в этом состоянии, как раз, возможно, у ней и случались, да? Ну, если обратить внимание, эти люди ведут людей, ведут миллионы. Появляются особенности, да, все равно появляются особенности характера. Ну, на сегодняшний день развитие современной науки, конечно, оно требует и вложения средств, да? Вот, например, генетические исследования, они требуют больших затрат. Поэтому, развиваясь в этом направлении, мы ищем, ищем, где же нам взять ресурсы для того, чтобы... Скажите, а вот ваше научное изыскание, мы сейчас к ним подойдем. Есть ли какие-то оригинальные гипотезы, которые по происхождению заболевания, по каким-то особенностям заболевания, которые есть у вас, у вашей группы, которые сгенерированы в Казанском федеральном университете, которые нуждаются в проверке, в том числе через генетические исследования и прочие вещи? Ну, на сегодняшний день, как я уже сказала, предметом такого пристального интереса являются наследственные формы эпилепсии. И, в частности, сейчас мы занимаемся генерализованными идиопатическими формами эпилепсии. И есть некие открытия, находки, пожалуй, рановато немножко о них говорить. Надо еще немножечко доказать. Ну, хотя бы, в качестве гипотезы. Доказать, безусловно, это не только там наша заслуга, но сделать, ну, хотя бы миллиметровый шаг в этом направлении, если бы у нас получилось, то мы были бы очень рады. И как раз благодаря исследованиям семей, у которых встречается эпилепсия не только у одного человека, мы можем доказать, какой же принцип, принцип возникновения вот этих идиопатически генерализованных эпилепсий. И вот как только у нас будет уже... Что вам нужно для того, чтобы проверить эту вашу гипотезу? Ну, как всегда, в науке нужно больше доказательств, то есть больше исследований, которые требуют финансовых затрат. И иногда бывает так, что мы останавливаемся просто потому, что дальше нет возможности. Генетические исследования, они, к сожалению, очень дорогие. То есть, по сути, вы должны расшифровывать геном этих людей? Или что там происходит? Ну, практически, да. То есть речь идет либо о полногеномном исследовании, либо тех точек, которые отвечают за развитие болезней. Но в любом случае генетические заболевания, вернее, генетические исследования, они дорогие пока. Будем надеяться, что они в скором будущем подешевеют. Но пока они дорогие. И иногда наше исследование просто стоит на месте только потому, что дальше мы не можем себе это позволить. А техническая база в университете есть такие исследования проводить? Да. Вот чем мы можем гордиться? Это тем, что у нас прекрасная техническая база. У нас есть возможности такие. Но, к сожалению, и на то, чтобы просто провести это исследование, этот анализ, нужны реагенты, нужны реактивы, которые стоят соответствующих денег. Скажем так, сколько стоит комплект реагентов, реактивов, этих расходных материалов для того, чтобы просеквенировать? Правильно я скажу, что я скажу, секвенировать? Да. Ну, то есть провести генетические исследования одного человека. Есть такой секрет. Чем больше людей, тем дешевле. То есть одного-то как раз очень-очень дорого. Если идет проведение исследования у более 96, будем говорить, человека одновременно, то такое проведение становится более дешевым. Если поставлено на поток, то это еще более дешевый вариант. Но пока мы находимся где-то на таком среднем этапе, когда все-таки это достаточно дорого, потому что идет больше... Ну, огромного потока нет, да? Соответственно, нужно начальная какая-то финансовая база для того, чтобы это все запустить. Какие структуры, какие ведомства отвечают за финансирование подобных исследований и видят ли вы интерес с их стороны? Ну, мы на сегодняшний день фактически на грантовой поддержке. То есть если есть гранты, значит, мы можем их тратить на научные исследования. Поэтому необходимо писать и писать для того, чтобы поддержали грант, что, конечно, не всегда получается, не всегда бывает одобренным. Ну и просто, если говорить о нашей жизни, представим, да, врач, который имеет много пациентов, преподаватель, который имеет много студентов и чисто аудиторных занятий, чтобы еще и поддерживать и писать гранты, в общем, в сутках как-то времени совсем-совсем не остается. И поэтому мы все равно пытаемся это делать. И, конечно, если кто-то помогает нам просто вот в виде такой вот финансовой поддержки, то наука бы все равно продвигалась дальше. — Скажите, вот вы описали сложные будни ученого, которым нужно заниматься и медициной, в данном случае клинической работой, и преподаванием, и проводить научные исследования. А такая форма разгрузки, как создание собственной, ну, школы, наверное, громко это сказано будет, но небольшого коллектива единомышленников, он есть у вас? — Он формируется. Как же без единомышленников? Безусловно, это интересно, это нужно людям, и поэтому это привлекает людей. Группа формируется, но на сегодняшний день хотелось бы еще больше людей, которые будут заинтересованы именно этими изысканиями. И могло бы быть перераспределение, да, каких-то ролей, функций, и мы бы двигались в одном направлении. Но я всегда вижу в студентах интерес, огонь. Отзываются практически после каждого курса, да, кто-то подходит, обязательно говорит, я тоже хочу заниматься наукой, я тоже хочу заниматься, допустим, эпилептологией. И это очень радостно. Пожалуй, меня там настолько не хватает, чтобы вовремя правильно дать задание и двигаться вперед. Поэтому я думаю, что все должно быть хорошо в конечном счете. — В науке есть критерий, такой как публикационная активность. Когда какие-то исследования приходят определенным результатом, они публикуются, и, соответственно, получают оценку со стороны всего научного сообщества. Вы уже вышли на ваши исследования, ваши гипотезы, ваши опыты, которые вы проводили, уже выходят на уровень публикации? — Ну, практически да. То есть, естественно, у нас не совсем, да, не только узкие направления, которые я говорила. Мы занимаемся разными сторонами и в отношении эпилепсии, и в отношении речевых нарушений, и зачастую речевые нарушения связаны с эпилепсией. То есть, предметом нашего интереса является также и дети, у которых есть, например, речевые нарушения и эпилепсия, или активность в мозге. Это тоже предмет наших изысканий. Публикуемся, да, стараемся и находим поддержку. Доклады наши интересные. Зарубежные конгрессы приглашают и выступаем именно с докладами. То есть, это, безусловно, топово, да, и тот вклад, который мы делаем, то есть, это не повтор чего-то, это нечто новое, собственно, поэтому и привлекает внимание. Также зарубежные ученые приглашают с тем, чтобы прочитали лекции по тем направлениям, которыми занимаемся мы. Это тоже вдохновляет на новое, несмотря на пандемию, несмотря на ограничения передвижения. Я думаю, даже из разных точек мира все равно исследования параллельно идут. На сегодняшний день европейские эпилептологи пригласили в совместный проект, и мы исследуем группу эпилепсий, при которых возникает одна мутация. То есть, сейчас активно этим занимаемся. То есть, есть наши больные, есть их больные, они редкие. И объединившись, мы уже получаем определенную популяцию, которая дает, ну, какие-то статистические результаты. То есть, мы можем этим уже поделиться и перенести на большую группу. И это очень-очень радует, что мы идем в ногу. Не только как бы не отстаем где-то, и учим других. Вот скажите, возвращаясь к лечению эпилепсии, вот в Казанском федеральном университете, в частности, в его научно-клиническом центре, с продолжением названия трудновоговариваемого для меня прецизионной и регенеративной медицины, тоже оказывается помощь больным эпилепсией. В частности, вы там занимаетесь. Вот чем помощь в этой клинике, в клинике Казанского федерального университета, отличается от той помощи, которую могут предложить таким больным в государственных клиниках, в коммерческих клиниках. Какие плюсы того, что мы работаем в федеральном университете? Мы говорили о генетике, о возможных генетических анализах. Все это можно сделать в лабораториях федерального университета. Плюс еще в том, что мы говорили о том, что пациенты по-разному переносят заболевания и по-разному отвечают на лечение. Вот в федеральном университете можно провести еще и фармакогенетические исследования. То есть, как ты будешь переносить это лечение? Во-первых, почему, допустим, не срабатывает лекарство? Опять же, через те самые генетические анализы. Это возможно. То есть, если в обычной клинике это будет медом проб и ошибок, так, это лекарство вам не действует, это лекарство вам с него хуже. И где-то с пятого-шестого варианта вдруг попадаешь на... Здесь можно все это подобрать индивидуально. И таким образом мы доказываем название научно-клинического центра о том, что лечение... Трудно выговариваю для меня названием. Прецизионное. Прецизионное, да. То есть, персонализированное лечение. Время нашей программы подходит к концу. Я хочу поблагодарить нашего гостя. Еще раз представлю его нашим телезрителям. Это доцент кафедры фундаментальных основ клинической медицины, заведующий центром электроэнцефалографического мониторинга научно-клинического центра Казанского федерального университета, сотрудник научно-исследовательской лаборатории клинической лингвистикой, кандидат в медицинских наук, доктор, врач-нейролог Гомирова Римма Габдульбарина. И я, ведущий Рустам Ваффен. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова